есть у меня вот такая вот очень маленькая по размеру монеточка времен правления федора 3 3 алексеевича был такой русский царь старший брат петра первого почему я монеточку достал именно 9 июня дело в том что 9 июня в 1661 году как раз родился федор алексеевич романов 359 лет всего-то назад родился он в семье царя алексея михалыча и царицы марии леничной урожденный милославский он старший брат царей ивана пятого и петра был венчан на царство в возрасте 15 лет ну вообще федор федор как бы имя федор не является самым удачным в истории русский монархии федор иоаннович средний сын ивана грозного умер не оставив потомство завершив тем самым рот и люльки на русском троне федор годунов у наследующий трону отца бориса годунова не получив реальной власти был убит во время бунта жизнь третьего носителя этого имени федора алексеевича романова тоже не была продолжительной счастливой тем не менее в русской истории он сумел оставить заметный след первый сын алексея михалыча дмитрий умер в младенчестве наследника престола бы дал был объявлен второй сын тезка отца алексея алексеевич но в январе 1670 года не доживши до 16-летия великий государь царевич и великий князь алексей алексеевич скончался и вот новым наследником был поразглашен девятилетний федор как и все мальчики рожденные в браке алексея михалыча и марии милославской федор не отличался крепким здоровьем и вот на протяжении всей своей жизни часто болел в наследство от отца ему передалась сын гай первый месяц управления новый монарх вынужден был посвятить лечению он вступил на престол в 1676 году после кончина отца алексея михалыча 15 лет от роду всего-то приход его к власти был ознаменован борьбой между партиями родственников первой жены алексея михалыча марии милославской и второй жены натальи нарышкиной партия нарышкиных лелеяла мечту возвести на трон младшего сына почившего монарха петра но ему к тому времени всего-то было четыре года федор алексеевич несмотря на болезни был юношей деятельным хорошо образованным одним из его учителей был белорусский монах симеон полоцкий молодой царь владел польским языком латынию древнегреческим среди его увлечений были музыка стрельба из лука коневодство лошади были подлинной страстью жеребцов производители по по его приказу привозили из европы а люди следующие в лошадях могли рассчитывать на стремительный карьерный рост при дворе вот правда увлечение лошадьми стал и причиной серьезные травмы также не прибавившую здоровью федору алексеевичу в 13 лет конь сбросил его под полозе тяжело груженных саней которые проехали по царевичу всей тяжестью боли в груди и спине после этого случая постоянно мучили его оправившись после болезни первых месяцев правления федор алексеевич взял правление стороной в свои руки более поздние авторы иногда утверждали что правление старшего брата петра великого прошло незаметно но вот это не так федор алексеевич начал масштабную перестройку московской кремля москвы в целом при этом особый упор был сделан на строительство светских зданий по приказу царя были разбиты новые сады федор упор в образование которое было сделано не на церковное на светские дисциплины серьезно ограничил влияние патриарха на политику государства он установил увеличенные нормы сборов церковных имений начав тем самым процесс который завершит петр первый федор алексеевич проявлял серьезные интересы к европейской политике строил планы выхода россии побережью балтики как и петр впоследствии царь федор столкнулся с тем что реализации планов на северо-западе мешает активность на юге кочевников крымского ханства османской империи для борьбы с кочевниками было начато масштабное сооружение оборонительных сооружений в диком поле в 1676 году началась война россии против османские перии крымского ханства продлившийся почти весь период правления федора алексеевича итогом войны стал стал заключение бахчисарайского мира по которому османы признавали за россии право владения левобережной украиной и киевом вот имея большие военные планы федор алексеевич много времени уделял реформированию армии в том числе как так называем полкам нового строя и можно сказать что армейские реформы петра великого начинались при его старшем братье все-таки значительные изменения при федор алексеевича произошли во внутренней жизни россии была приведена перепись населения отменен указ алексея михайловича они выдачи беглых записанных вратную службу введено подворное обложение развитие которым стало подушное подать первого петра первого царь федор реформировал уголовное законодательство исключив из него наказание связаны с членовредительством в частности отрубанию рук уличенных в краже в 1681 был проведено воеводской и местные приказное управление важное подготовительный мир для губернской реформы петра первого главной реформы федора алексеевича стала отмена местничества решение которое было в январе 1682 года принято существовавший до этого времени порядок предполагал что каждый получал чины в согласии с местным которые занимали в государственном аппарате его предки местничество приводило к постоянным конфликтам внутри знати и не позволяло обеспечить эффективное управление государством после отмены местничества разрядной книги в которой содержались записи о том представитель какого рода занимал тот или или иной пост были сожжены взамен были родословные книги туда вписывали всех знатных людей но уже без указания их место в боярской думе при федоре алексеевич активно прошел процесс приглашения иностранцев на русскую службу многие иностранные из подвижники петра первого приехали в россию как раз в годы правления его брата заботиться о развитии образования в россии царь стал одним из создателей типографской школы при заиконоспасском монастыре при честь славяно-греко-латинской академии если кланы милославских и нарышкиных вели между собой непримиримую борьбу то у самого федора алексеевича отношения к мачехи и брату были более мягкими царь искренне любил младшего брата петра и все попытки средворцев из лагеря милославских навредить ему пресекались на корню 18 лет федор увидел в толпе во время крестного хода симпатичную девушку и поручил царскому постельничему ивану языкову навести справки они красавицы оказалось 16-летие не агафия грушецкая дочь воевода семена грушецкого поляка по происхождению дочь зают царь заявил что намерен жениться на ней это вызвало ропот среди бояр девушка принадлежала не к знатному роду ее появление рядом с царем никак не входило в планы царедворцев на агафию стали клеветать обвиняя распущенностью но федор проявил упрямство и добился своего 28 июля 1680 года их обвечали в успенском соборе влияние агафии проявилось очень быстро она ввела новую моду на польские шапки оставлявшие волосы открытыми а также на польский стиль в одежде в целом изменения не ограничились только женщинами стричь бороды носить европейское платье и даже курить табак при русском дворе стали после женибы царя федора на агафии грушецкой молодые судя по всему были по-настоящему счастливы но судьбу им был отпущен всего год 21 июля 1681 года царица родила первенца которую назвали ильей федор алексеич принимал поздравление но состояние агафии стал уход часа и 24 июля от послеродовой горячки она скончалась смерть любимой жены подкосила федора он уже не смог даже присутствует на погребении пребывая в крайне тяжелым физическим моральным состоянием вслед за первым ударом последовал 2 31 июля прожив всего 10 дней умер нас наследник престола илья федорович ну и потеряв разуме жену и сына федор алексеич стал угасать и сам он продолжал заниматься государственными делами но при супу болезни посещали его все чаще придворные стремились поправить ситуацию найдя новую невесту для царя 25 февраля 1682 года царь федор женился на 17-летней марфи апраксиной но женой в полном смысле марфи стать так и не удалось больной федор не смог исполнять супружеский долг когда вдовствующая царица умерла в 1716 году любознательный и циничный петр великий принял участие во вскрытии трупа пожелав лично убедиться что умершая была девственницей экспертиза как говорится факты подтвердила спустя 71 день после второй свадьбы федор алексеевич романов скончался месяца не дожив до своего 21 летия как и его тезки на троне он не оставил после себя наследников государственные начинания задуманные во многом реализует младший брат петр алексеевич а саму федор романова история ведет лишь несколько строчек в школьных учебниках вот такое у нас на сегодня событие поскольку распоряжение относительно престола наследия федор 3 не оставил то данный вопрос вызвал волнение разрешившийся решением о венчании на царство одновременно двух царей малолетних ивана 5 и петра 1 при регенции их старшей сестры софьи алексеевны вот такое у нас на сегодня событие интересное вроде в учебниках истории не больно много чего сказано но тем не менее такой царь у нас был на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания